Вчерашнее оперативное совещание В Белом доме республики Хабиров начал с новостей Природных явлений Проснулись наши дикие пчелы И дословно Они делают первые слабые шаги Но приступили к весенним работам Вот я всем хотел сказать Что видите даже пчелы Проснулись, дикие причем И приступили к весенним работам Это очень-очень важный Мне кажется сигнал для всех нас Сказал Хабиров и многозначительно посмотрел На сидящего в первом ряду Азата Барданова, который Мужественно боролся со сном Все мы помним, как ржали мы Все республикой на прошлой неделе Над тем, как этот герой Сладко спал в первом ряду В госсобрании во время важнейшего Доклада правительства об итогах 21 года и вот Хабиров видимо Тоже это все припомнил И сообщил Азату Барданову, что Даже пчелы в лесу проснулись Также Хабиров В вступительном слове поручил Не ослаблять заботу о экипаже И родственниках экипажа Подводной дизельной лодки Уфа Которую с такой помпой На прошедшей неделе осветила И окрестила супруга Хабирова Корене В общем мы теперь будем на регулярной основе Помогать продуктами и книгами Как минимум экипажу Этой дизельной подводной лодки Ковид-19 как ни странно Все еще остается в повестке Правительства республики Теперь мы уже привыкаем к тому Что доклад на эту тему делает Новый министр А вернее исполняющий обязанности министра Азат Салаватович Рахматуллин Азат Рахматуллин поведал нам О том, что суммарно Заболело 278 тысяч человек Ковид-19 Суточный прирост в минувшую неделю Составлял примерно 500 человек в сутки От 3 до 5 человек К сожалению умирало каждый день От этой болезни То есть на самом деле Ковид конечно не исчез Также господин Рахматуллин сообщил нам Что осталось всего 790 тематических коек Под ковид-19 Из которых свободно 33% И вот тут случилась одна небольшая загадка Арифметического плана Потому что Рахматуллин Также сообщил Что стационарно от ковид-19 Лечится 71 человек в республике Но простой арифметический подсчет Говорит о том Что если 67% из 790 тематических коек заняты То это 530 коек Вычитаем 71 место Которое он сказал Занято больными ковидом Ну остается 459 коек Которые заняты На которых люди болеют и лечатся Но непонятно от какой болезни В общем что-то опять традиционно В Минздраве республики Неладно с математикой Не знаю что имел ввиду Господин Рахматуллин Может быть мы что-то недопоняли Или он как-то непонятно сказал По поводу прививок У нас все лучше всех 102% привитых Относительно тех Кто должен был быть привит То есть на 2% даже больше В общем в этом смысле все хорошо Но повторюсь Ковид так никуда я не ушел Очень хорошо растет Аудитория нашего телеграм-канала Открытая политика Но из числа тех Кто не подключился Я призываю вас к нему подключиться Также напоминаю что нужно подписываться на наш канал Ставить лайки Комментировать его Все это оживляет жизнь Нашего информационного канала Все это его продвигает Все это делает его лучше И для вас и для нас Так что давайте Общими усилиями Будем ему помогать Вторым докладом оперативного совещания По новому порядку Который завел Радий Фаридович Стал доклад Елены Прочаковской О трендах в обращении граждан То есть решили держать руку на пульсе И понять что же больше всего волнует граждан Занимается этим понятное дело Прочаковская Она продолжает утверждать Что уже две недели подряд Главная проблема Которая будоражит умы жителей Башкортостана Это проблема состояния дорог Вот это сильнее всего В десятки раз сильнее волнует жителей Башкирии Нежели остальные проблемы На втором месте ЖКХ Потому что протекают крыши На третьем месте благоустройство Что бы это ни было На четвертом месте строительство и архитектура На пятом месте здравоохранение Только на пятом месте в ряду интересов Жителей Башкирии Находится здравоохранение и здоровье А вот образование находится и вовсе По мнению Прочаковской на десятом месте По словам Прочаковской Она ежедневно, яростно и мужественно Борется с жалобами на ямочный ремонт Но количество жалоб на ямочный ремонт Все возрастает Свою работу Елена Прочаковская Называет системной аналитикой Каким образом торговка тканями Из Красногорска превратилась В системного аналитика Для меня загадка Но вероятнее всего разгадка Кроется в той неприхотливости Которую проявляет Радий Фаритович В восприятии всей этой лапши Которую регулярно вешают ему на уши Подчиненные И Елена Прочаковская здесь не исключение Заслушали доклад Морзаева О состоянии дел В жилищно-коммунальном хозяйстве Алан Викторович Отметил, что на прошедшей неделе Было три отключения ресурсов Продолжительностью более восьми часов А всего за январь, февраль и март Этих отключений случилось Восемнадцать по республике Что на пять больше, чем за аналогичный период Предыдущего года Но при этом Морзаев констатировал Что в республике Башкортостан Самый низкий удельный уровень аварийности Там есть довольно-таки заковыристая формула расчета Сколько минут отключения ресурсов Приходится на каждого жителя Так вот по этому показателю Мы впереди планеты всей Морзаев упомянул о том Что составлен график субботников А также рассказал интересную вещь Оказывается, Минстрой Российской Федерации Ранжирует и выделяет города По признаку благоприятности городской среды И вот план попадания в этот список Благоприятных сред в городах республики Башкортостан был девять городов А Морзаев его перевыполнил по его словам И у нас теперь аж четырнадцать городов Попали в этот вот замечательный благостный список Любопытно, что по мере благоустроенности Города Башкортостана располагаются в следующем порядке На первом месте находятся Туймазы На втором Дертюли Уфа только на третьем месте Далее следует Агидель, Баймак, Стерлитамак Ишимбай, Белебей, Янаул, Октябрьский, Сибай, Бирск, Мелиус и Салават Вот это четырнадцать городов Салават, причем из них самый последний по благоустроенности Слушая этот список, я словил себя на мысли А позвольте, а где же у нас Нефтекамск? Ведь из Нефтекамска мы именно по причине Немыслимого благоустройства этого города И получили вот этого замечательного мэра Мавлиева Хабиров брызжа слюной рассказывал нам Как чудесным образом, почти забесплатно Мавлиев обустроил город и превратил его в город-сад Речь идет о Нефтекамске Но коварный Минстрой Российской Федерации Не включил его в список городов Башкортостана В которых городскую среду можно признать благоприятной Уфа в общем списке российских городов Поэтому критерию занимает шестое место В 2020 это было девятое место Хабиров, как и я, удивился, что Нефтекамские училы Почему-то не вошли в этот список Минстроя Ну, это лишний раз нам подчеркивает и объясняет Что критерии оценки самого Хабирова В общем-то, вероятнее всего, далеки от объективных И он все время дает оценку и выделяет этих мэров И вообще чиновников только по признаку Нравится, не нравится, терпимая красавица Соответственно, здесь ничего общего с объективностью нет И все больше и больше зреет подозрение, что господин Мавлиев Это некий самозванец, человек, который надул себе картинку И репутацию успешного менеджера в Нефтекамске А вот по объективным критериям Министерства Российской Федерации Не признает этих заслуг Выслушав Морзаева, Хабиров достаточно благосклонно отнесся к этому докладу Но напомнил, что к 1 мая города и села должны быть вылизаны И рядовыми действиями мы не добьемся этой вылизанности населенных пунктов Напомню, что термин вылизаны первым ввел в оборот чиновничий У нас здесь Алан Викторович Морзаев Который в перехваченном телефонном разговоре Довольно на повышенных тонах Объяснял своим подчиненным, что скоро приезжает там куда-то Хабиров И вот улицы должны быть вылизаны Теперь этот термин перешел в пользование и дорогому Радио Фаридовичу Далее, как говорилось в том классическом фильме Заслушали начальника транспортного цеха Речь идет о министре транспорта и дорожного строительства Булышеве Александре Владимировиче Который опять нам поведал ситуацию в сфере проведения ямочного ремонта Он рассказал нам, что все еще пользуется холодными асфальтобетонными смесями Но уже с 5 апреля он приступит к ремонту дорог при помощи горячих асфальтобетонных смесей Господин Булышев сделал громкое, но повторное заявление В текущей экономической ситуации введение санкций никак не отразится на запланированных работах по ямочному ремонту К анализу вот этого заявления мы вернемся чуть позже А сейчас я хочу сказать, что вот этот товарищ, гражданин господин Булышев Уже заявляет о том, что он оцифровал 75% всех дорог в республике Башкортостан Выявил на них примерно 20 тысяч ям Уже заделал более половины из них, а именно 11 тысяч ям При том, что он еще вообще-то не приступал так к основному ремонту Но уже вот 11 тысяч из 20 заделал И при этом у него активнейшим образом работает приложение из КПДИ Хотелось бы задать вопрос, куда делалось вот это, помните, громко звучавшее И всеми тестируемое приложение Дорожный эксперт Мы дофига-дофига миллионов потратили на его разработку, внедрение, отладку, раздачу смартфонов дворникам и так далее Где это все вообще? Где эти миллионы? Где этот Дорожный эксперт? Из-за которого, как выразился Хабиров, нам все это не просто далось Один министр в бою с ямами погиб Вот так вот элегантно пошутил Хабиров, комментируя доклад Булышева Да, действительно, мы помним, как Мухаммедьянов сражался-сражался с Хабировым Потом плюнул, махнул рукой и ушел на повышение в Москву Но судьба Дорожного эксперта так и непонятна А теперь вот хотелось бы проанализировать вот это громкое заявление господина Булышева О том, что санкции никак не отразятся на работах по ямочному ремонту Давайте с точки зрения экономики Ямочный ремонт довольно обширный проект Целая часть вот этой дорожно-строительной отрасли И длится он не три минуты и даже не месяц Длится он довольно долго И в условиях все ухудшающейся ситуации в экономике Российской Федерации Если бы не сказать падение этой экономики Заявлять о том, что какой-то из процессов останется абсолютно нетронутым и незыблемым Это или глупость, или вредительство То есть, понимая, что происходит вот такая вот двузначная инфляция в России И обесценивание денег, и вообще всех процессов экономических Булышев заявляет, что он, видимо, не будет повышать заработную плату в этой сфере То есть, инфляция будет сжирать доходы работников Он не будет оплачивать возрастающие в цене работы и услуги И так далее, и так далее Но так не бывает Так не бывает от слова совсем Но вот этот вот мистер Битум заявляет, что все будет вот так Тут выход единственный Либо приписки, то есть заделывание ям на бумагах Либо еще какое-то мошенничество Потому что такими объективными экономическими способами Добиться вот такого, о чем говорит Булышев, невозможно Ну, честно говоря, по ощущениям Если слушать Булышева, то он больше половины ям заделал Достаточно прокатиться по любой из сторон проспекта Октября И послушать, как в ужасе будет стучать подвеска вашего автомобиля И, в принципе, можно проехать почти по любой улице Состояние дорог стремительно ухудшается И ощущения того, что Булышев хоть что-нибудь значимое там уже сделал Конечно же нет Пятым вопросом оперативного совещания был очень интересный вопрос Казалось бы, скучный, но очень важный О ходе реализации программы модернизации системы образования И речь идет вовсе не об изменениях в программе обучения детей А непосредственно технической модернизации зданий школ в республике Предваряя доклад Айбулата Хажина Хабиров строго напомнил, что вообще вот эта программа Это личная инициатива президента Путина И, как говорится, смотрите у меня Хажин рассказал нам, что с 1922 по 1926 год В течение четырех лет Что говорит о том, что Владимир Путин остается у нас после 1924 года Планируется отремонтировать 365 зданий школ в республике Башкортостан Из них 103 здания будут отремонтированы уже в 1922-1923 годах Общая сумма осигнований на модернизацию, оснащение и благоустройство школ Превысит 9 миллиардов рублей 9 с лишним миллиардов рублей Это абсолютно немыслимая сумма для бюджета Министерства образования республики Хажина аж трясет от предвкушения Когда он описывает, как же эти деньги будут разделяться, распределяться Распиливаться и делиться Уже даже не начав работы Айбулат Вакилович заговорил о том, что прорабатываются вопросы возмещения, удорожания работы материалов Вот в отличие от Булышева Айбулат Хажин прогнозирует, что работы и материалы все подорожают И он попросит еще денег сверху вот этих 9 с лишним миллиардов рублей Хажин с нескрываемым восторгом рассказал, как много денег будет потрачено на школы Процитирую его Раньше не было и 60 миллионов на школу, а сейчас на порядок больше До 105 миллионов рублей Ну Айбулат Вакилович, хотелось бы вам напомнить, что на порядок это в 10 раз больше Не в 2 раза, а в 10 Ну вы хотя и химик, Айбулат Вакилович Ну вот элементарную математику знать обязаны Хотя бы как министр образования республики В общем, конечно, выслушав Хажина, я с прискорбием должен констатировать, что вот эта вся история с модернизацией школ и вот этим совершенно исполинским каким-то бюджетом, который еще не факт, что придет в республику Вся эта история будет, пожалуй, каким-то гигантским распилом денег Предсказываю я, что возможно в издании Proof.ru появится новая рубрика небольшой хапок, а мега хапок Потому что действительно бюджет, вот выделенный на эту программу, он, конечно, поражает воображение Видно, что Хажин аж трясется от предвкушения Конечно, вот будем наблюдать Предсказываю я, что будет выявлено огромное количество нарушений Возможно, будут уголовные дела Завершили оперативное совещание докладом премьер-министра республики Андрея Геннадьевича Назарова Доклад был о том, как встречались и о чем договорились делегации республики Башкортостан С представителями фонда Дом.РФ в Москве на минувшей неделе Напомню, Дом.РФ это такая структура, которая занимается решением проблем обманутых дольщиков по всей Российской Федерации Назаров доложил о том, что достигнуто соглашение о том, что Дом.РФ выделит инфраструктурные облигации На сумму 20 миллиардов рублей республики Башкортостан на 15 лет под 4% Тут, как говорится, переплата 60% Эти облигации, а вернее их стоимость, будут потрачены на строительство сетей и инфраструктуры в Забелии На строительство математического лицея и госпиталя ветеранов войны Странный набор, конечно, на затрат, но так, видимо, было сформулировано То есть, по сути, это большой-большой кредит, который выделяет вот этот фонд Не имея собственных денег, он дает облигации Облигации эти гарантированы государством В общем, конечно, странно, что Дом.РФ начал заниматься строительством госпиталей и лицеев Хотя его прямой обязанностью было достраивание домов обманутых дольщиков Хабиров среагировал на это сообщение Назаров очень странно Дословно это звучало так Дай бог, добавьте в 450-летие Уфы и госпиталь ветеранов и лицей То есть, Хабиров, не скрывая вот этого схематоза, показал нам, как одно и то же будет учитано в двух местах То есть, и госпиталь, и лицей будут построены за счет средств Дома.РФ Но в отчет включат в числе объектов, которые готовились и построились к 450-летию Уфы Значит, смешно и совершенно не прикрыто Но упомянул Хабиров я о дольщиках Сказал он примерно следующее Надо с дольщиками работать По госстрою надо с людьми встретиться, объяснить Что все обязательства, которые мы взяли, мы выполним Конец цитаты Вот это важнейшее заявление о проблеме, которая давно назревает, зреет, прорывается, снова назревает Уфе И я имею в виду вот эти объекты строительной компании «Госстрой», которая пытается достраивать садовое кольцо Хабиров как-то по ходе мельком издалека упомянул, что все будет исполнено Ну, наконец-то Потому что вот неисполнение обязательств уфимской мэрии По крайней мере в этой рации господина Грекова А именно это привело к остановке строительства объектов бывшего госстроя, а ныне садового кольца И к достаточно массовому недовольству дольщиков Которые вот не молчат, кричат, шумят и обращаются к Бастрыкину и Путину В общем, конечно, мог бы Хабиров и побольше об этом поговорить Но спасибо, как говорится, и на этом В завершающем слове на оперативном совещании Хабиров заговорил о сближении экономик республики и экономик Луганской и Донецкой народных республик Честно говоря, когда я услышал эту фразу, этот термин «сближение экономик» меня прямо ужас какой-то объял Ну не дай бог уже сближаться с экономикой ЛНР, ДНР, которых на самом деле не существует Уж лучше давайте брататься хотя бы с какой-нибудь дружественной эритреей Вице-премьер, курирующий экономику Рустам Муратов ответил Хабирову, что дорожная карта по сближению экономик существует Ну, видимо, технологически, чтобы сблизить экономику ЛНР, ДНР и республики Достаточно, в принципе, нанести массированный ракетно-бомбовый удар и бомбить 7-8 лет территорию Башкортостана Тогда наши экономики действительно физически и технически сблизятся А иных методик я не знаю Но, выслушав Муратова, Хабиров произнес на чистом луганско-донецком наречии замечательную фразу «Прошу посмотреть над этим» Сложно воспринимаемая речевая конструкция, но, видимо, Радий Фаретович быстро учит иностранные языки Далее выяснилось, что буквально 5 апреля 4 фуры дармовых стройматериалов отправляются в ЛНР, ДНР 83,5 тонны стекла, фанеры, продукции, кроношпаны и прочих полезных вещей отправятся к братским народам А 9 апреля еще и БСК отправит груз моющих средств, соды, порошков туда же в ЛНР, ДНР Ну, с логистической точки зрения, конечно, это абсолютный идиотизм Возить стекло и фанеру за 3000 километров на автомобилях Проще было где-нибудь ближе к границе это все приобрести за деньги и переправить туда вот этим братьям Да и, в принципе, луганские бандиты, наверное, охотнее взяли бы вообще деньгами и немножко патронами Им бы было в самый раз Чего им голову морочить этим стеклом и фанерой и продукцией кроношпана В контексте военных действий Ради Хабиров завершил оперативку и вовсе эпическим рассуждением Звучала она следующим образом Война войной, как говорится, а мы здесь аккуратно взрываемся Пугает меня, честно говоря, что в устах чиновников такого высокого ранга Звучат подобные глупости Потому что они или не понимают, что сейчас на данный момент происходит в стране Или старательно делают вид, что не понимают и пытаются ввести нас в заблуждение И то, и другое очень плохо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин